Дамы и господа, рад приветствовать каждого из вас в очередном видео на канале Российской Федерации ГО. И в этот раз мы посмотрим партии отборочного этапа чемпионата России, который прошел в эти выходные на КГС и определил четверку участников финала, которые присоединились к отобравшимся по итогам чемпионата прошлого года Илье Шикшину, Александру Днерштейну, Дмитрию Суровину и Вячеславу Каймину. Это я, всем здравствуйте. Турнир проходил по довольно необычной системе. После пяти туров восемь участников играли стыковой матч между собой, четыре победителя которого проходили в финал. И на самом деле турнир был довольно сложно организовать, было много обсуждений на эту тему, хорошая ли была выбрана система и прочее. И причин сложности несколько. Первое это количество участников, их 24, и все они были в одной группе Макмагона, то есть столбец ММ-0, где у всех степ нули, это индицирует. Но есть хорошее объяснение, есть причина. Заключается в том, что так как идет борьба за топ-8, у каждого участника, у кого есть шанс на попадание в эту восьмерку, должно быть такое же количество очков, как и у самых высоких досок изначально. И, конечно, судьи могли бы отцепить первые 16 игроков в более высокую группу Макмагона, но наличие в итоговой восьмерке Тарасова-Руслана на шестом месте, причем по рейтингу было 21, показывает, что решение было принято верное. Вторая причина заключается в Олеге Нагорнову, который не смог принять участие во всех турах, кроме первого. Обычно запрещено сниматься с чемпионатов России и прочих подобных серьезных турниров, но в этот раз была серьезная выжительная причина, как заявили организаторы. И поэтому они пошли навстречу, и Олег пропустил 5 туров, повлияв каким-то образом на коэффициенты, что внесло некоторую долю случайности в турнир. И еще долю случайности внес третий фактор, это то, что сразу три пары игроков в турнире были с равными рейтингами. Можете сами их найти в таблице, это не особо интересно. А перед тем, как перейти к разбору партий стыковых матчей, которых было четыре, я бы хотел обратить внимание еще на две игры, которые были сыграны в первых пяти турах. Обе партии с участием Игоря Немлия против Антона Черных и против Алекса Мурмцева. И начнем с первой из них. В третьем туре Антон Черных играет белыми. В тот момент оба имели по три победы в трех партиях и уже гарантировали участие в стыковых матчах, в квалификации, как это называли. Но рейтинг никто не отменял, во-первых. И во-вторых, более высокое место обычно гарантирует более слабого соперника, потому что первый играет с восьмым по таблице, второй с седьмым и так далее. Соответственно, игроки, возможно, хотели бы упростить себе задачу на финальный матч. И в фусеке Антон уже сразу получил преимущество. В итоге, после такой последовательности, я вначале просто покажу итоговую позицию, где у Антона все группы живые, а угол Игоря пока не живой. И центр слабый. И он как-то борется за центр. Угол в итоге убили намного позже, но позиция не очень хорошая. И причина, наверное, в раннем вторжении в Сан-Сан. Обычно в такой позиции все-таки применяют черные прилипания. И уже на ответ здесь Сан-Сан, чтобы на ход Е2, который был сыгран в партии, было разрезание. В партии перестановка ходов. И Антон уже позиция немножко лучше. Если Белый ответит так, то Сан-Сан уже черный играть не будет. Он вместо этого получит камни снаружи. Но, как обычно, в партии игр начинается борьба вместо традиционных фусеки. Но в этой борьбе Антон тоже неплох. И в итоге, в момент сейчас, когда стабилизируется позиция, все выживают всеми своими группами. Просто Антону позиция более крепкая. А, ну, потому что выжили не вся группа, углы все еще стоят мертвы. Я не буду идти очень серьезно углубляясь в каждую партию, потому что их запланировано 6. Я не хочу делать часовой обзор. Хочу просто вкратце показать, что происходит. Скоро чемпионат России. Вы должны понимать, каким образом отобрались туда те игроки, которые туда отобрались. Как-то держать вас в курсе событий. И здесь начинается борьба. Антон немножко рискует. Делая прыжок через два пункта против Игоря Немлия. Но это прям провокация. И Игорь, конечно же, режет. Но у Антона был план, который, впрочем, не очень хорошо получилось реализовать. Пытается с помощью прилипания построить позицию внутри Черного Моя. Но в итоге не получается. Игорь смог соединить все свои камни. И Антон максимум, что получил, это какие-то камни взамен снаружи. То есть вот эту двушку. Здесь и здесь. Вот то, что он получил взамен за подданную сторону. Немножко не в его пользу обмен. И сложно искать какую-то конкретную ошибку. Может быть, изначально был слишком опасный план прыгать через два пункта. Но точно сказать не могу. Но Антон еще жаловался во время этой партии на серьезные проблемы с интернетом, с КГС. Который выкидывал его с партии несколько раз. И в целом он считает, что это является основной причиной его поражения. И из этого претензии к системе, которая, по сути, ставит на кон участие в Чемпионате России. И ответственность взваливается лишь на одну партию, на последнюю. И если бы эти проблемы были в последней партии, то, конечно, он был бы менее доволен. Здесь он жертвует два камня. Потому что сверху черный не претендует на большое по стране территории. У белых есть ход А, который отнимет сверху все. Поэтому Антон готов укрепить там позицию и действует снаружи. Ему достаточно разрушить центр. И центр он разрушает снизу. То есть расчет был, наверное, на то, что если черный отвечает, то Ханны. И Ханна работает очень хорошо. Поэтому Игорь, собственно, и не ответил, пытаясь начать какую-то борьбу. Но, впрочем, позиция без особо серьезного преимущества у белых. То есть оно есть, оно небольшое. И борьба продолжилась в Йоса. Очень серьезная была, например, здесь. Игорь рискует, начиная от Коа. Но вообще и Антон рискует. Дело в том, что... Например, невозможно Ханна, я пояснил. Потому что проблема изнутри такого клана. И забирается угол довольно серьезно. Поэтому он пытается ставить Атари. Если честно, точно не понимаю, почему. Но понятно, что черный должен отвечать. Он не будет отдавать это в Санта. Это укрепляет угол и решает себе проблему белых. Но Игорь как бы еще и агрессивный. Поэтому не хочет просто соединяться. Он создает себе Коа-угрозы этим обменом. И начинает Коа. И на Коа он забирает достаточно много. Вот таким образом съедает 4 Кана. Правда, Антон решает все проблемы в углу. Но этот обмен в пользу черных. У них еще остается ход Л3, который забирает очень много очков. Но перед этим белые должны выжать группы. То есть черные еще и забирают это все в Санта. Да, если белые соединяются сразу, то вероятно просто умирают в этой борьбе. Поэтому таким образом черные возвращаются в игру. Белый наконец-таки убивает угол. Это уже довольно давно можно было сделать. Но только сейчас это является лучшим планом позиции. И переходим в Йоса. В этом Йоса Антон в целом отдал партию. Потому что сейчас у него все еще есть преимущества. Оценка по компьютеру. Человеческой оценки. Ну, сложнее. Сложнее оценить. Потому что на биоме уже игроки. В этот момент. А нет, игры еще не на биоме. У него осталось 8 минут. И здесь очень интересно это у Судзи. Антон сыграл С12. И это является ошибкой. Несмотря на то, что это по сути Санта обмен. Потому что черные должны отвечать. Почему С12 это ошибка? Можете немножко подумать. Пока я пью воду. А ответ звучит в том, что у белых есть ход С13. И если черные просто отвечают так. Ну, очевидно, что по очкам это лучше. А играть здесь нельзя. Потому что так-так. И в итоге невероятно. Группа белых просто выживет на месте. То есть, конечно, черные могут все еще отрезать вот так. Но, как видите. Опа. Тут откусывается четверка. И Антон того не заметил. На биоме. Довольно сложнее в Судзи. И уже немножко теряет свое преимущество. Но на этом дело не закончилось. Большой ход сверху. Правда большой. После чего игры съедают пятерку. Пятерка чуть меньше. Но, как бы, следующий по увеличению ход. Кстати, наверное, к ходу J16 можно придураться. Потому что J18 был бы более правильным вариантом. Потому что также после этого белые играют здесь. И в партии у игры камень с этой стороны. Но здесь он просто лучше. И чем все закончилось, можно предсказать Ко. Снова Ко. И это Ко они играли довольно долго. Я промотаю большую часть Ко угроз. Правда, возник вот здесь интересный момент, когда ход Б7 по сути даже не является Ко угрозой. Кажется, такие мысли возникали при разборе, что белые могут действовать подобным образом. Что-то страшное, но ничего конкретного здесь не работает. Но более того, если защищаться, то защищаться можно ходом Б10, сохраняя себе большее количество очков. Но Антон сыграл изнутри. И в итоге через пару ходов, еще один обмен, который улучшает J16 для черных в этой позиции. Теперь у них есть ход Б10. Раньше его не было. После этого Антон просто отдает Ко. И теперь черные просто лизируют. И Ко можно было не отдавать. В этой позиции, несмотря на кажущуюся крепкость черной позиции, у белых еще есть угроза. Это Ко. Ко. И, конечно, очень страшно играть такой ход. Потому что, ну мало ли, после этого как-то здесь не выжить. Но группа выживает. Кстати, чуть правильнее играть здесь. Потому что тогда у белых не будет Ко угроз. А здесь Ко угроза есть. Игры допустил такую же ошибку, когда добивал Ко. Но она уже не влияла на исход партии. Потому что белым надо бороться за это Ко до конца. А тут они просто уступают по очкам. Уже просто уступают. И дальше партия дошла спокойно, без происшествий. И Игорь побеждает со счетом в 4,5 очка. И эта победа выводила его на промежуточное первое место после четырех туров. И в пятой партии он играл с Алекс Мурмсом. Алекс шел с одним поражением. Он проиграл Эверстову Федору. Эту партию я не затрону, но довольно интересная партия на самом деле была. Кто хочет, ну ищики сами на самом деле. А здесь... Да, это последний тур перед важным туром, перед квалификацией. Но, тем не менее, имеющий значение. Опять-таки для рейтинга и для расположения в таблице. И оба хотели победить. Начинаются сложные варианты в этих джосеках. Тут их очень много, и я совершенно не собираюсь разбирать какие-либо из них. Ну, кроме того, что сыграли игроки в партии. И это было довольно интересно, потому что... Игорь режет и съедает трешку. Но в этом был план Алекса, я предполагаю. Это просто жертва. То, что в нашем голосовочице мы называем sacrifice. Потому что sacrifice довольно неплохой. Очков у белых не очень много. А у черной стенки на обе стороны. Вначале был сыгран ход здесь. В будущем есть надежда сыграть А. И развиться на верхней стороне. Но в начале, конечно же, Игорь начинает борьбу. Что, возможно, он делает зря, потому что... Ну, тут стенка черных. Борьба выгодна черным. Зачем начинать агрессивную борьбу? И Алекс атакует. Продолжает атаковать. И практически запирает белые камни таким ходом. Впрочем, Игорь их спас. Нашел красивые досуды вначале. Прилипание здесь. Потом прилипание. С другой стороны. И в этой позиции действительно хороший ход. Д5. Мой компьютер обнаружил его не сразу, когда я на всякий случай промотал партию с ним. Но идея в том, что если просто вытянуться назад, то такое соединение давит на белые камни снизу довольно серьезно. Но если провести такой сантообмен, то позиция белых значительно крепче. И они просто выживают на месте. То есть сейчас можно как-то выбить глаз на стороне таким ходом. Но глаз будет снаружи. Легко его построить. Например, так, так, так. В общем-то, на убийство белой группы черные здесь не претендуют. Но они получили какие-то камни снаружи. В частности, камень здесь для общего развития. Полезен, так сказать. И борьба продолжается на остальных участках доски. Здесь Игорь пытается отпилить четверку и начать очередную борьбу. Может быть, просто все съесть. И в этой позиции вытягивание, которое, конечно же, присматривается к вбросу А и построению черным красивых форм. И Айк запустил небольшую ошибку ходом в Q18, потому что разрезание здесь. Обычно ключевой ход, который создает белым некоторые проблемы. И в партии белый просто защитился, и у него все в порядке. Если бы последовало разрезание, то как действовать, Игорь? Он должен сыграть здесь, и после этого, наверное, соединение, которое создает Мяй на какое-то действие в углу и на соединение камня ходом B. И в таком случае черные бы выжили, белые бы съели камень. Но после этого у черных есть Атари в Санто. Немножко плохо забирать Пануки. Это позволит и сыграть здесь, и сыграть здесь. В общем-то, у белых будет комфортная позиция. А получение таких Санто-ходов намного лучше. И после этого обязательно ход P13, чтобы не позволить сделать те же самые вбросы. Была бы какая-то борьба, довольно равная. Здесь, впрочем, тоже борьба, но получше за белых. Потому что они в Санто успевают построить позицию и начинают атаку снаружи. Таким образом, ну, очевидно, что еще здесь делать. И соединение. Позиция красивая, интересная. И Игорь пытается убежать своими группами, как обычно. Немножко бесполезно играть на трези линии, потому что базу тут не построить. У черных камней с обеих сторон, поэтому просто бег в центр. Но зато черные получат очки. И, да, далее белый забирает этим ходом четверку. Практически забирает, но оставляет под атакой группу справа. И, по сути, вся оставшаяся партия заключается в атаке этой группы. Разрезание работает в целом. Но Алекс находит интереснейший ресурс. Вот это прилипание. Которое заключается даже не в спасении камней сверху. Спасение невозможно. То есть сейчас соединение просто умирает. Потому что разрезание. И, опа, откусывается 9 камней. Партия заканчивается сразу же. Но Алекс просто соединяется снаружи. И дело заканчивается тем, что он умирает. Ну, как умирает, снова жертвует. И взамен что? Он укрепил свои камни. Позволяя после этого продолжить свою атаку. Ранее, наверное, это было сделать сложнее. Из-за проблем со своей группой. Но если защитить ее в год, то как-то белый укрепится. И все будет хорошо. Поэтому укрепление в центе и атака. И это интересно. Может быть, Игорь следовало просто сыграть так. Это очень скучно, очень пассивно. Но это, скорее всего, выжило бы. В партии, спойлер, да. Игорь умер. В этой позиции. Двойное разрезание. Но то, что нашел предварительно Алекс. Он готов отдать двушку. На месте двушки будет только один глаз. Скажем, в такой последовательности. Так, даже соединение. Только один глаз. И поэтому Игорь пытается действовать более агрессивно. Но черный играет так. И миаи А и Б гарантируют ему спасение с одной стороны. Итак, белый отрезан. Он, правда, может соединиться обратно. Потому что на соединение еще от Арии, еще от Арии. И двушка умирает справа. Но у белых нет глаз. Заплыв в серной кислоте. Прокомментирую в данный момент партию Рустам Сахамудинов. Тренер сборной Москвы. В данный момент. И, да, просто разделяю еще так. Очень простой ход К5. Просто подрезать. И пытаться убить. Этот ход Санте. Угрожает на часть К. И далее белый пытается выжить. Черный пытается убить. В этот момент ход Л3 по форме. Классический. И играя здесь, белые угрожают. Если черный отвечает, скажем, здесь. Презать. И как-то действовать с этими слабостями. Наверное, вначале такой ход. Ну, с мыслями Атари поставить. В О2 и прочее. Но Алекс просто максимально спокойно играет Л2. Л2 красивейший ход. Который гарантирует отрезание. Просто распилил полностью. И остается только не дать построить два глаза. Впрочем, это тоже сделать довольно сложно. Сразу начинается борьба здесь. И черным необходимо резать. И белый начинает КО. Это довольно сложно. Нельзя просто сыграть здесь. Потому что в Санте один глаз белый построит. Может быть даже на КО опять-таки. И есть ресурс ЭН3. Что-то делать там. В общем-то действовать надо. И играть начинает КО. Ну, потому что почему бы и нет. Игр любит играть КО. Но он ошибается в своей первой же КО-угрозе. Ход С15. Можно играть. Тануки за черных. И в итоге. После того, как черный спас свои камни с обеих сторон. Выясняется, что у белых нет глаз. И они просто погибли. Неверная КО-угроза С15. Проигрывает эту партию. Это не единственная ошибка. Но это решающе. Этот ход был бы КО-угрозой. Потому что дальнейшее продолжение. Это толчок здесь. Толчок здесь. Ну, очевидно, что группа отрезается как минимум на КО. Но в этом ход черный рискует уже намного больше. Поэтому черные бы ответили. И им нужно искать КО-угрозу самим. Есть КО-угроза. Есть Д13. Но в таком случае белые бы отдали эти камни. Ведь взамен у них все еще есть борьба. С этой стороны могут сыграть. П5 могут начать, наверное, с О3. Пытаться убить угол. Здесь очень сложно. Насколько я помню, какой-то КО здесь тоже должно было получаться. Точно не помню как. Это все очень серьезно и сложно. Таким образом, забирать недостаточно по очкам. Если я правильно разобрался в позиции. В общем-то, что-то такое было бы, если бы ДКБ. Но, да, в партии белые просто погибают. И партия заканчивается через несколько ходов. Да, еще какая-то борьба. Но здесь ничего не работает и не могло работать. Черные соединяются всем. И просто спокойно выживают. Да, и сейчас, в этот момент, белые приземлили свое поражение. В итоге таблица после 5 туров. Алекс шел на первом месте. Я могу пока что вернуть таблицу обратно. Алекс шел на первом месте. И одинаковые коэффициенты за 2-е и 3-е места у Антона Черных и Игоря Немли. Но Игорь считается на втором месте, потому что он обыграл Антона и по личной встрече выходит на второе место. И, соответственно, дальше нас ждут партии Алекса со Степаном Поповым. Антон Черных с Русланом Тарасовым, Игорь Немли с Эверстом Федором и Егор Лавров, Яковлев, Чернышев, Василий. Уже 20 минут идет этот обзор. Что ж, вы должны были быть к этому готовы. Возвращаемся к партии на доске Антона Черных и Руслан Тарасов. Вот он. И это самая простая партия. Самая быстрая для разбора. Ну и для игроков в том числе. Среди остальшихся четырех. Потому что разница между игроками по уровню достаточно большая. Антон Черных почти седьмой дан. Даже был седьмым данным. Руслан второй. Впрочем, для попадания в восьмерку он обыграл таких игроков, как Николай Николич, Дмитрий Корнев. И, кажется, Эверстов как раз таки в первом туре. Но, да, эта партия, сразу скажу, не отразит полностью уровень Руслана. Потому что соперник сильный. Против Антона сложно бороться. Будем ждать его выступлений в других турнирах. А здесь сразу же Фусеки Антон получает небольшое преимущество. Я немножко задержался на этой позиции. С обозначением неудачного камня Ц10. Который лучше бы стоял, например, в точке А. Или вовсе где-то еще. То есть сейчас, скажем тут, было бы лучше. Поэтому чуть-чуть неудачно ставить два камня под ряд. На левой стороне было. Но партия не проигрывается в Фусеки. А вот после Фусеки проиграть партию можно довольно быстро. И после этого стандартного розыгрыша Антон начинает борьбу, соединяясь. И в этот момент обычно два хода есть, которыми можно продолжить эту же секу. Один и два. И после этого хода какой-то прыжок. Прыжок здесь. Прыжок здесь. Развитие. Это стандарт. Забыл выключить скайп. Вас отвлекает, наверное. Давайте я его закрою. Это первый возможный вариант. Второй возможный вариант. Это Касуми. И с Касуми следующий стандартный вариант происходит. Прыжок. Надавливание здесь. Вынуждающая белых в центе защищаться подобным образом. Потом развитие сверху. Но в целом это только два стандартных варианта из огромного количества возможных. Но на то они и стандартны, что они чуть лучше нестандартных ходов. Ход выбранный в партии Русланом Р10. Небольшая ошибка, потому что спустя пару ходов Антон возвращается к атаке сильнейшим ходом С12. И просто выбивает базу. И, конечно, именно просто поатаковать. Это обычно самый простой способ обыграть кого-то, кто слабее тебя классом. И Антон этим и занимается. В этой позиции, наверное, Руслан следовало сыграть сверху. Укрепить камни, которые там послабее, чем группа на правой стороне. Но Руслан доигрывает справа. И Антон перехватывает Санта, атакуя группу сверху. И после следующего хода и вовсе режет. И черный умирает. По сути, на этом партия заканчивается. Может быть, здесь был такой ход, который не позволил бы себя порезать. Но позиция уже немножко в пользу Антона. Потому что атака довольно комфортная. Можно сыграть здесь, чтобы укрепить свои камни. И продолжить бежать. Ну, может быть, даже с помощью Касуми. Потому что тут немножко страшно, что может быть разрезание. Но, впрочем, этого не произошло. С этого момента партия превратилась в спокойное доигрывание. Потому что Антон ведет по очкам довольно много. И ему невыгодно начинать какую-либо борьбу. Поэтому он просто спокойно должен, ну, скажем, расставить камни на оставшихся в свободных зонах доски. И в итоге партия закончилась его преимуществом в 30 очков. Да, 31 с половиной. Но перейдем к следующим партиям. Дальше рассмотрим Яковлев Чернышев Василий против Егора Лаврова. К сожалению, имя-фамилия... Точнее, имя не до конца влезло. Но я не смог это красиво исправить. Предположу, что ничего страшного. И обладатель двойных фамилий в целом должна быть готова к тому, что иногда с ним будет такое происходить. Василий белыми. Егор черными. И сразу что-то интересное начинается с левой стороны. Подставляется под Хана. Но не играть здесь, иначе подставилось бы под двойное. Точнее... Ой, ошибся. Ошибся. Я ожидал, что был сыгран такой ход. Немножко забыл. Василий вовсе режет. Не играет даже двойное Хана. Хотя именно это то, что обычно делает белый в такой позиции. Просто давит, заставляет черных немножко прогибаться. Но и вовсе разрезание, которое приводит нас к вот такой борьбе. Позиция по-прежнему равная. Это все в целом стандартные, простые формы. И следующий ход небольшие вопросы вызывает, потому что это Тунуки. А в борьбе Тунуки... Ну, почему? Здесь где слабые группы? Группа белых, группа черных? Можно прыгать, бежать, атаковать дальше. И Егор, естественно, этим пользуется. И прилипает. Вот это укрепится. Небольшой ошибкой я бы считал в его исполнении этот толчок. Конечно, цель была поставить надзоки. Но обычно просто прыгают. Ведь толчок и надзоки можно будет сыграть в любой момент, по сути. Но мало ли вместо этого будет желание сыграть А или что-то такое. В общем, это незначительная ошибка, даже если это ошибка. И вся партия была довольно-таки непрерывной борьбой, можно сказать. Черные построили позицию снизу. Взамен белые продолжают атаку в центр, потому что черные не добавили там камень. И ход здесь по форме. Действительно красивый ход. В итоге, чего белые добиваются? Соединение. Предполагаем, что если белые соединились бы здесь, то черные как-то спаслись с этой стороны. Ход здесь. И он не позволяет резать, потому что слабость с этой стороны. Но Басилий пытается перехватить цента и отрезать, чтобы соединить свои группы. И теперь белый всем живой, а черный пока что не совсем. В этом и те. Но проблема в том, что был сыгран внуки, и черный вроде как тоже стабилизирует свои группы. Потому что можно порезать, но эта борьба уже белым точно невыгодна. Поэтому белый просто играет внуки. У нас все еще вся правая сторона неразыгранная. И вот происходит разыгрывание правой стороны. Очередная борьба. Разделение Р8, наверное, самый логичный ход, который здесь возможен. Потому что два камня на стороне у белых. Можно пилить и убивать. Или хотя бы просто немножко поатаковать. И в итоге белый спасает свою группу снизу. Но камень, его заперли. Он динок. И по сути это практически игра ва-банк. Потому что если черный убивает этот камень, то он берет очень много очков. Но если камень выживает, то очков он не берет совсем. Зачастую такие позиции заканчиваются какими-то необычными компромиссами. Например, черный передает белому углу. А сам забирает сторону. Ну, часто происходит такое. Но в этой партии Василий просто стал выживать внутрь. Он обязан добавить камень снизу. Потому что, да, ведь черные сыграли здесь. Спасая центр. И угрожая какими-то ходами снизу. То есть, кажется, ход здесь наиболее опасен был. Л6 или М6. Потому что проблемы с обеих сторон. И здесь, и здесь. И глаз у белых, ну, практически нет. А должно быть два. И он просто соединяется и выживает. Потому что он был готов к обребе на правой стороне. Как показывает ход партии впоследствии. Ведь черный тут просто белых убить не смог. Он забрал правую сторону. Но очень мало на этой стороне. Сейчас даже нельзя добавлять камень здесь. Потому что, ну, может умереть центр. Он даже, скорее всего, умрет. И черный вместо этого выживает. Но белый получает территорию в центре. Не в центре, а сверху. Укрепляет ее полностью. Сам тоже соединяется, выживает. И аж вот таким ходом должен жить черный. Терей при этом, ну, практически в каждом... На каждом локальном отрезке этой партии. И в итоге справа тоже белый территорию отнимает. Внаждая черных соединяться справа. А вот в это время ослабляется угол. И следует вторжение. И позиция постепенно, вот начиная с этой борьбы. Которую белый просто выиграли. В одну калитку, наверное. Да, вот благодаря этой борьбе белый получает очень хорошую позицию. И Егор, конечно, не сдается. Пытается обострить. И находит максимальный, наверное, возможный шанс. Это контратака здесь. И борьба изнутри. Но Василий очень грамотно из этой борьбы выходит в нужный момент. Просто соединяясь. Соединяя это ко. Игнорирует довольно большую коугрозу. Но умирает группа справа. И после этого хода, который добивает двушку, черные просто сдаются. Потому что, ну, группа мертва. Причем любым ходом белый может ее увидеть. Скажем здесь. Вот. Довольно интересная партия. Хоть состоит из одной борьбы. Все равно было что показать, как мне кажется. А в следующей партии встретились Игорь Немли и Федор Эверстов. Федор уже к этому моменту сделал одну сенсацию. Обыграв Алекса. Переключаю. Титры. И сейчас. Да. С седьмого места он, получается, прошел в финал. Решающая партия за выход с Игорем Немли. И, как обычно, борьба начинается сразу же в начале игры. По крайней мере, не борьба, но что-то необычное. В партию игры мы привыкли. Вместо ходов, которые обычно выбирают, это А или Б. То, что мы привыкли видеть. Кейма. Кейма довольно необычно. И еще довольно необычно отаривает позиции. Потому что в таких моментах практически всегда белый вытягивает камень для того, чтобы пожертвовать его лучшим способом. Потому что, когда отдается один камень, а тарь здесь не поставить. Получается, белые просто ждут, пока черные сделают этот обмен. И позиция чуть-чуть в пользу черных. Но, опять-таки, партия не проигрывается в Фусеке. Партия чаще проигрывается в борьбе. Не всегда, но часто. Здесь белые возвращаются к защите. Ходом Аш-5. Потому что, если здесь не доиграть, то разрезание, ну, наверное, съедает двушку. И это очень много. Далее снова сложная Джусека. Борьба. Борьба. И пока что это даже стандартная борьба. Вплоть до... До вот этого момента примерно. Потому что, так или иначе, подобные формы именно используются в подобных позициях. То есть, здесь белые запирают черных, строят какое-то влияние. Черные выживают. Выживают в центре. Потому что есть ход здесь, но съедение. И черные живут. Если так, черные тоже живут. Немножко я не понял, зачем было сделано разрезание С8. Потому что камень просто умирает. Впрочем, не имеет значения. И борьба справа. Игр, очевидно, настроен на какое-то мою. Потому что его камни к этому предрасположены. Камень здесь, камень здесь. Стенка на левой стороне. Конечно, как-то надо развивать подобную позицию. И контратака ходом R11. Это распространенный прием. Но вместо ответа здесь или здесь. То, что позволяет белым как раз таки развивать свое мою. Контратака и прыжок. Белый, наоборот, попадает под атаку в этом план черных. Правда, черные тоже недостаточно крепкие. Но тут зависит от того, кто лучше борется. И ход С8. Это та суть, которую вы должны знать. Это классика. Потому что есть миай. Ходы с двух сторон. Я надеюсь, что это будут буквы. Но ладно. Если белый играть здесь, поясню. То жертва просто великолепная. В центре черные получают супер крепкую позицию. Сейчас можно даже, наверное, камень сверху потратить на закрытие территории. Прыжок в центр. Просто хороший ход. Просто крепкий хороший ход. Выясняется, что на высоком уровне обычный прыжок в центр практически никогда не бывает плохим ходом. Потому что он дает какую-то общую крепость, стабильность позиции. И Игорь, конечно же, начинает борьбу. Точнее, скорее борьбу начинает Федор. Вообще, Федор играет очень быстро. В данный момент у него потрачено только 5 минут времени. Против 20 минут у Игоря. И практически все партии турнира он отыграл, не потратив больше 15 минут. Но от этого не играет слабо. Это довольно интересно. Посмотрим, как будет развиваться его игра дальше. Во финале я отдаю небольшой спойлер. А в углу игры неожиданно погибает. Сейчас внезапно выясняется, что можно выжать здесь, но белые порежут. Если не заберут двушку и как-то белые неаккуратно протонучат, то их просто порежут в центре. Конечно, можно играть в тоннеке сейчас. Но белый живет с небольшим количеством очков, а снаружи он еще не живой. И поэтому Игорь решает перехватить инициативу и начать играть в центре до тех пор, пока он там не умер. Но почему-то вместо простого убегания, или, может быть, надавливания здесь и убегания, Игорь решает резать. Ну, почему-то. Понятно почему. И делает это зря. То есть, вот это разрезание – это максимальный уровень агрессии, который вообще возможен. Когда сверху слабая группа, слабость с обеих сторон, снизу тоже слабость, разрезание просто невыгодно. Нужно спокойно сыграть, защититься, укрепиться. И есть же пословица «сначала защищайся, потом атакуй». Но Игорь, ну, без тормозов, наверное, можно сказать, и просто продолжает атаковать резать до конца, и просто натыкается на кучу разрезаний в центральной зоне. Сейчас отход угрожает поймать в гету, от чего должен защищаться. Но тогда проблема сверху, и просто отрезает 10 камней черных. Впрочем, после обмена снизу, ведь я напомню, что белый сыграли здесь, а черный решил убивать центр, белый взамен могут забрать угол. И они его забирают. И вообще позиция практически равная была в этот момент. И сейчас у Игоря был простой способ перейти в Йоса в довольно равную позицию. Вот ход здесь, который угрожает спастись, это Сента. И какая-то защита в этой зоне. Может быть, даже вот таким ходом. Это очень пассивно, это вряд ли когда-нибудь то, что сыграет Игорь. Но может быть, ход здесь, если нужно как-то поактивничать. Но ход здесь был определенной наглостью. И в итоге просто умирает. Спустя несколько ходов. То есть сейчас, если добить, то понятно, локально поражение. Ведь белый начал с такого хода. Если это умирает, то это плохо. И пока что он играет Тунуки. Но проблема в чем? Почему я сыграл за белых здесь? Потому что черные напрямую, в начале Сента, именно здесь, угрожают сыграть здесь. И такой ход создает Миаи. Миаи на вброс А из съедения. И Гето ходом Б. Игорь пытается защититься от обеих слабостей. Но вот таким ходом, угрожающим в этот раз уже не вбросом, а вот таким Атари из съедения. Опять-таки Миаи и Гето. Умирают пять камней. И эту позицию спасти уже практически невозможно. Теперь по очкам черные лидируют значительно. И Игорь пытался обострить. В этот раз это было оправданно, потому что позиция с преимуществом у соперника. Значит, надо обострять. Обычно надо обострять просто. Но обострения не сработали. Позже они играли еще несколько КО. Скажем, здесь Игорь пытался отыграться понемножку. Но просто не получилось. 20 очков в Йосе не отыгрываются. И партия так и закончилась. Я домотаю до конца. Ничего особенного не произошло. Черный выигрывает 23,5 очка. И неожиданно Федор Эверстов проходит в финал. На поздравление скромно отмечает, что ему просто повезло. Ну, посмотрим, как сыграет в финале. Пока что уже обыграл двух пятых, практически шестых данов. Это определенно будет интересно следить за его выступлениями дальше. И осталась последняя партия. Последняя партия. Это партия между Алексом Муромцевым и Степаном Поповым. Вот она появляется. Алекс занял первое место в отборе. Степан был восьмым. У него было, ну, не совсем удачное выступление в первых пяти тур, наверное, можно сказать. Я сверяюсь с результатами, чтобы определить на всякий случай. Да, он проиграл Антону Черных и Яковлю Чернышову Василию, обыграв из сильных соперников, по сути, только Аскара. И, да, практически никого из сильных не обыграл, короче. Но вышел все-таки на восьмое место по коэффициентам. Я это не особо упомянул, но можно будет в конце еще раз на таблицу посмотреть, после пяти туров. Да, в этом была проблема турнира, по заявлениям многих. Почему название это «Русская рулетка»? Потому что выход в финал зависит только от одной партии. Ведь в трех партиях, с тех, которые мы разобрали, в финал вышли более слабые игроки по рейтингу, которые, более того, занимали более низкое место после пяти туров. В общем-то, это интересно. Наблюдать за подобными турнирами. Но участники, наверное, недовольны тем, что вместо того, чтобы победил сильнейший, тот, кто заслуживает большего, побеждает тот, кто побеждает последний тур. То есть, как будто бы результаты последнего раунда полностью обнуляют результаты всего предыдущего. Но, впрочем, сколько людей, столько и мнений, поэтому ничего особо сказать не могу. Каждый считает то, как он считает. Да. Борьба начинается в этой партии с прилипания ку-10. Алекс играет белыми. И заканчивается в целом равным итогом. Мог бы Степан сыграться вот здесь. Он не захотел этого, потому что территории мало. Я вначале решил укрепить ее сверху. Это сэнта, потому что угрожает ход здесь и убийство группы подобным образом. Поэтому Алекс выживает, и Степан забирает больше. Но белый получает ход сверху. И теперь борьба снизу. Последняя неразыгранная всерьез сторона. Ход М3. Который, ну, как-то смотрит в угол. Обычно ходы А и Б здесь грозят. И дело в том, что отвечать, пытаясь защитить их таким образом, это просто неправильно. Угол все еще дырявый. Все еще отбирается. Такой ход все еще позволяет сыграть сэнсан. Поэтому Алекс не борется за угол. Он готов его немножко отдать. Рассчитывая, скажем, на то, что если черный сыграет здесь, должны как-то будут укрепляться после этого. Теперь угол будет углом белых. Особенно, если добавят камень. Даже если не добавят, он уже достаточно укреплен. Еще, если что, есть возможность порезать. Скажем, надеяться на то, что черный съедет камень. И вот так пожертвовать вообще хорошо. Поэтому на разрезание обычно отвечают с другой стороны. Но это так. И Степан придумывает здесь интересный план. Правда, хорошая задумка. Он играет в сэнсан. И если будет ответ с этой стороны, то он просто спасет этот камень и заберет очень много очков. То есть так, так, так. Это значительно в пользу черных. Поэтому Алекс играет здесь. В чем отличие от хода N3 сразу? Теперь белые никогда не ответят здесь. И если не ответят, то поэтому Степан здесь не играет. Он играет сюда. И в этом его план. Следующий ход для него это Мяй. Либо он сыграет где-то здесь. Может быть прилипание. Либо здесь. И Алекс не позволяет ему забрать много очков снизу. Но взамен он отыгрывает Йоса тут. И получается равный размен интересный. То есть черные так бы они просто отдали угол. Если бы они сыграли так. Но как они и сыграли. Но потом играли бы здесь. То они бы отдали сторону. Вначале он получил достаточно неплохую позицию на нижней стороне. Потом забрал угол. И дальше прыжки в центр. Прыжки в центр. И прыжки в центр просто хорошие ходы. Опять-таки. Они дают общую стабильность. Укрепляют позицию. И потом. Позволяют начать атаку на четверку справа. Здесь был очень красивый ход в этой позиции. Это ход О5. Который защищает все слабости. Ну и угрожает следующий ход. Сыграть в Л5 в Санта. Соединяясь здесь. Алекс поэтому тут утолкается. Чтобы немножко ослабить форму. Ну а черные смогли порезать. И начать борьбу. Которая вроде бы им выгодна. Потому что их камни здесь посильнее локально. Но Алекс грамотно убегает. Соединяется сверху. Но взамен черные в это время тоже успели укрепиться. Построив вот этот. Вот этот пасть тигр в центре. Довольно крепкая форма. И сейчас ход здесь. Ну претендует на то, чтобы быть Санта. Если бы как-то белые отреагировали здесь. То просто забрать много очков слева. Но белые чувствуют, что так спокойно он играть не может. Поэтому начинают борьбу. И забегая вперед. Эти камни он снова пожертвовал. Довольно неплохим образом. В семье дыханий белым не хватает. Такой ход тоже бы не сработал. У них три дыхания. Здесь тоже три дыхания. Это не имеет значения. Но у черных есть какие-то проблемы снаружи. Которые белые пытаются реализовать. И допустил он лишь одну ошибку при жарте. Нужно было начинать с этого хода. Ведь белые сыграли так. И после хода F10 Степан просто добивает пять камней. Не позволяя белому получить что-то лишнее снаружи. Если бы Аликс начал с этого хода, то он получил бы в Санта все. И здесь тоже. И это довольно неплохо. Но в партии он получил очень мало камней снаружи. И немножко на этом потерял. Позиция продолжает быть равной. Партия была близкой на всем ее протяжении. И ключевой момент, наверное, в Йоса случился здесь. Когда ход G12. Но он легко считается возможным. Потому что тут двойной атарей грозит. Как-то уменьшает территорию черных. И Степан просто добивает пять камней. Это очень солидный ход. Потому что просто добивает. И теперь черные не имеют слабости. А вот белые имеют две дырки в их позиции. Это здесь и здесь. И Аликс косвенно защищает слабость снизу. Это Санта обмен. После чего Степан просто режет. И получается, что G12 был не самый надежный ход. Немножко потерявший. Может быть, вот здесь был бы лучше. Впрочем, в таком случае не думаю, что Степан бы стал съедать. Степан мог бы сыграть в Санта вот здесь. Наверное, чуть позже. Потому что пока что, я думаю, белый может не отвечать. Играть как-нибудь снаружи. Не уверен еще от этого. Но смысл в том, что теперь ходом B7 не был бы сыгран. А здесь он играет и отрезает камень в Центре. После чего просто получает небольшое преимущество. Дальше ему осталось только укрепить группу в Центре. То есть вот это соединение. В комбинации с на всякий случай укреплением в Центре здесь. И черный просто выходит вперед. И самый простой способ определить то, что игроки оба считают, что черный лизирует. А то то, что черные играют спокойно, просто защищая все слабости. Тут были два Санта-обмена перед тем, как соединить свою группу. А белый вынужден рисковать. И вот ход Т2. На этот ход Алекс потратил 2,5 минуты. Это достаточное время, чтобы посчитать баланс. И немножко оценить количество кол-гроз. Понятно, что в выигранной позиции ход Т2 не играют. Может быть кроме Игоря. Но это его личное дело. Но это кол выиграть очень сложно. И даже если его выиграть. То есть вот ход К2 вроде бы это кол просто отдает. Всего 4 очка. Вот так поставим для очевидности. Всего 4 очка. Это не очень много. Но белый рискует даже больше. Ведь если это кол выигрывает черный. Давайте поставлю два хода подряд. То черные получили очко здесь, здесь, здесь. Отобрали К2. За белых это рискованно. И довольно сложно. И в целом. Далее черные просто выигрывают эту партию до конца. Потому что риск с коней оправдался. Ход G3 просто очень большой ход. Особенно в комбинации с H5. И возможно дальше даже больше тех 4 очков, которые белые получили в углу. И в итоге партия заканчивается. С отрывом черных H7,5 очков. Еще в Йоса немножко отыгрался после этого. И на какое-то время определился состав финалистов. Я верну таблицу. Почему бы нет? И из первой восьмерки в финал вышли Антон Черных, Василий Яковлевич Чернышев, Федор Эверстов и Степан Попов. Но Степан спустя некоторое время отказался от участия в финале. Даже так получилось, что мне кажется, что он не совсем разобрался в системе турнира. И даже не ожидал, что в финал пройдет. Для него это стало сюрпризом, когда ему назвали финальный состав, в который он был включен. Так что Алекс был добран в финал по результатам первых пяти туров, мне кажется. А может быть потому, что именно он был соперником Степана. Я не знаю, по какой причине. Но в целом понятное решение. И смотрите, что было, кстати, интересно. Из-за того, что одна большая группа Махмагона и всего пять партий, пять человек были с одним поражением. И троих добрали по коэффициентам. И один из них, Эверстов Федор, стал самым большим сюрпризом этого турнира. И финальный итоговый состав Чемпионата России звучит следующим образом. Это Илья Шикшин, Александр Динроштейн, Антон Черных, буду считать по рейтингу, Вячеслав Кайми, Дмитрий Сурин, Алекс Мурмцев, Яковлевич Чернышев, Василий и Эверстов Федор. Партия начинается в четверг, в четверг вечером. Наверняка на канале Российской Федерации ГО будут стримы, так что следите. А я на этом заканчиваю. 50 минут. О, боже мой. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.